Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. В последнее время водители начали все чаще приходить письма счастья за проезд перекрестка на желтый сигнал светофора. В связи с этим многие задались вопросом, неужели были введены какие-то поправки в ПДД, когда все это изменилось, почему нельзя проезжать перекресток на желтый и так далее. Тут стоит напомнить, что желтый сигнал светофора, согласно ПДД, был всегда запрещающим, то есть проезд на него запрещен. Согласно тексту ПДД, желтый сигнал светофора запрещает движение и информирует о предстоящей смене сигналов. Однако многие ориентировались на пункт 6.14 ПДД, согласно которому водителям, которые не могли остановиться перед перекрестком при смене сигнала светофора без применения экстренного торможения, разрешалось пересекать перекресток и на желтый сигнал светофора. Пока на дорогах не было автоматических камер, особо проблем не было и многие водители этим злоупотребляли, то есть они думали, что если что, я скажу, если автоинспектор меня остановит, что я пытался избежать экстренного торможения, пытался избежать ДТП, поэтому проскочил на желтый. И для многих такая манера езды стала стандартной, то есть они постоянно проезжают перекрестки на желтый сигнал светофора. Однако последние комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД научились штрафовать водителей за данное нарушение, то есть если водитель выехал на перекресток на желтый сигнал светофора, то камера, которая установлена на перекрестке, может прислать ему письмо счастья за это нарушение. Соответственно, доказать в таком случае, что я проезжал для того, чтобы избежать экстренного торможения и не совершить ДТП, будет практически нереально. Информацию о том, что камеры начали штрафовать за проезд на желтый, подтвердил в своем недавнем интервью глава ГИБДД Свердловской области, но он подчеркнул, что речь пока что идет лишь о некоторых регионах и по крайней мере на территории его региона, то есть Свердловской области, такие камеры на перекрестках пока еще не работают. Ну, в соответствии с правилами дорожного движения, желтый сигнал светофора, он также, как и красный, является запрещающим сигналом светофора. Соответственно, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора у нас запрещен. В некоторых субъектах есть практика, где комплексами фото- и видеофиксации фиксируется нарушение проезда перекрестков на желтый сигнал светофора и расценивается как нарушение правил дорожного движения. И за это приходят граждане, в отношении которых ведется дело административного правонарушения, штрафы за нарушение данного пункта правил. Если своими словами, чтобы было понятно для граждан, если не прибегать к их торможению, чтобы остановиться, мы можем проехать перекресток. Но не надо забывать, что у нас есть еще один пункт правил, который говорит о том, что водитель обязан ввести транспортное средство, учитывая дорожные и материологические условия. То есть он должен оценивать обстановку и не увеличивать скорость движения, для того, чтобы не было каких-то ситуаций, которые могут привести дороже к транспортным происшествиям. Вот на территории Свердловской области данная практика не используется, но, как я сказал уже, что в других субъектах данная практика используется. Граждане, в отношении которых приходили постановления о нарушении правил дорожного движения, обжаловали эти решения, но суд их не удовлетворил. То есть решение устоялось и вступило в законную силу. Тем не менее, в других регионах они уже работают. Яркий пример – это Пензенская область. Вот, к примеру, на экране вы видите один из материалов фото-видео фиксации, который был оформлен, получается, в декабре 2023 года. И здесь указано, что время после включения запрещающего сигнала светофора составило 0,56 секунды. Соответственно, за это нарушение водителю пришел штраф в 1000 рублей. А если вы хотите получать кэшбэк 10% с каждой заправки своего автомобиля, 5% за оплату автоуслуг, автозапчастей, автомоек, шиномонтажек, штрафов ГИБДД, проезда по платным трассам, вы можете заказать себе автомобильную дебетовую карту Тинькофф Драйв. Она позволяет водителям компенсировать часть своих затрат. К примеру, лично я по своей карте Тинькофф Драйв с начала прошлого года уже получил бонусов больше, чем на 37 тысяч рублей. Сейчас действует особо интересное предложение для новых клиентов банка. Все подробности и ссылку я оставлю в описании. В феврале 2024 года Третий Кассационный суд подтвердил законность штрафов за проезд перекрестка на желтый сигнал светофора. Согласно материалам дела, в июле 2022 года в Мурманске водитель, управляя транспортным средством, осуществил проезд регулируемого перекрестка в нарушении пунктов 6.2.6.13 ПДД на запрещающий желтый сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством под управлением другого водителя. Постановлением автоинспектора водитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 12.12 КОАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа 1000 рублей. Жалобе, поданной в Третий Кассационный суд общей юрисдикции, водитель выразил несогласие с судебными актами, ссылаясь на ненадлежащую оценку имеющихся в материалах дела доказательств и допущенные в ходе производства по делу об административном правонарушении процессуальные нарушения. Тем не менее, суд Кассационной инстанции пришел к выводу о законности и обоснованности привлечения правонарушителя к административной ответственности, оставил судебные акты без изменения, а Кассационную жалобу без удовлетворения. Также ранее такие же решения принимал по другим делам и Верховный суд России. К примеру, есть определение о 23 мая 2023 года. Речь идет о ДТП с участием автомобиля Toyota Camry, водитель которого проехал перекресток на желтый сигнал светофора. Вот вы видите выдержку из этого определения Верховного суда. Приведенные в высшее положение устанавливают однозначный запрет движения транспортных средств на желтый сигнал светофора. Единственным исключением из данного запрета является случай, при котором транспортное средство не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Судом установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry выехал на перекресток на желтый сигнал светофора, а скорость его движения составляла 103 км в час, при максимально установленном ограничении скоростного режима на данном участке дороги в 60 км в час. Согласно выводам судебной автотехнической экспертизы, водитель Toyota располагал технической возможностью предотвратить сопновение транспортных средств путем применения торможения с момента возникновения опасности для движения, при условии соблюдения им допустимой скорости движения транспортного средства на данном участке. То есть водитель имел объективную возможность предотвратить ДТП, если бы он своевременно и полностью выполнил требования по ДТП. Таким образом, в 2024 году за проезд на желтый сигнал светофора вас могут вполне реально оштрафовать как живой автоинспектор, так и автоматический комплекс фото-видео фиксации. Доказать, что вы там пытались предотвратить ДТП, избежать экстренного торможения и так далее, будет практически нереально. Именно поэтому при подъезде к перекресткам заранее лучше снижать скорость, не превышать действующий скоростной режим и объективно оценивать ситуацию, в частности плотность потока на дороге, количество автомобилей там сзади вас, дорожные и метеорологические условия, то есть на дороге скользко, либо не скользко и так далее. Поэтому лучше заранее притормозив, лучше лишние там 30-40 секунд подождать и проехать на следующий разрешающий сигнал светофора, чем потом пытаться оспорить такой штраф и доказать свою правоту. Вот такая вот информация, надеюсь видео было для вас полезным, интересным, спасибо, что рассмотрели его до конца, что вы думаете по этому поводу, свое мнение вы как обычно можете поделиться в комментариях. А чтобы не пропустить следующие видеоролики, самое время подписаться на этот канал. Также в описании я оставлю ссылку на мой телеграм, где вы в числе первых сможете узнавать о последних изменениях для российских водителей. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!